Доброе утро, мои дорогие зрители! Всех приветствую, всем рада! Понедельник. Как быстро летит время. Проблема совсем недавно пошла в отпуск. В прошлый понедельник. А уже пятницу на работу выходить. Ну ничего, неприятности эту мы переживем. Ну что, погода в Москве. Прям жара, жара. Вчера было 33 в тени. Сегодня обещают тоже нам 30, не като и выше. С утра уже дышать нечем. Только успеваешь в душ бегать. Душно. Ну небольшой ветерочек был с утра. Сейчас что-то все выключили. Даже не листочек не колыхается на дереве. Поэтому пока жарко. И всех, кому не нравится, что я говорю о погоде, вы перелистывайте, перематывайте дальше и смотрите. Вот такая у нас погода. Да. Ну что, про погоду поговорили, про природу поговорили? Нет, про природу еще не говорили. А что сказать про природу? Да все вроде нормально, да? Вот я смотрю на себя и думаю, пора стричься. Какая-то я лохматая. Что-то волос так много опять. Ну, до конца августа. Да. Ну, вернемся в Туровку. А что в Туровке? А в Туровке даже ни видео, ни стрима нет. Туровка затихла, ждет комиссию. Да. Только недавно Ольга с канала «Взгляд зрителя» сказала, что ж ты летние каникулы прошли, а ты детей даже на речку не свозила. Когда Вероника, да, Вероника была маленькая, она раза три показывала у нас детьми на речке. С Сергеем Петровичем на двух машинах они ездили. В прошлом году, я что-то не помню, но у нее в прошлом году любовь была. Ей не до этого было, у нее любовь была, какая речка, какое-что. Показали нам речку. Да. Уже прошел Ильин день, уже как бы купаться нельзя, мы поперлись на речку. Но речка цветет, да-да-да. Но Быковой нельзя купаться, она уже пожалела. Ему так жарко было, голова разболелась на солнышке. А так хотелось искупаться. Про театр пока тишина. Хотя про театр я говорила еще год назад. Что ж ты их в эту джуманджу возишь, а в театр не можешь детей свозить? И мне девочки из Тамбовской области написали, что в Мичуринске есть хороший детский театр. Именно детский. В Тамбове есть несколько театров. А почему не свозить детей? Есть музеи. Да. Об этом мы тоже говорили. Только у Быковой нет времени. Она очень занята. А теперь тем более, ну, до речки с грудным ребенком она еще может доехать. А в театр нет. А кто кормить будет дитя? С ребенком с грудным ее не пустят. А кто будет кормить дитя-то? Нет. Теперь опять проблема. Не может она теперь свозить их в театр. Но у тебя есть Федя. У тебя есть Леша. Два взрослых. У каждого есть по девушке. Вот взяли бы детей. Хотя бы. Ну, начиная от Саши, кончая там Матроной. Ладно, Яков, он сидеть не будет. Ну, еще маленький. И отвезли бы. В чем проблема? Четыре взрослых, пять детей. Отвезти в театр. Нет. Проблема. Проблема проблемная. Нет. Деньги надо тратить. А Быкова любит, чтобы ей подавали. Ну, это вот одно видео. Шорс. Следующий шорс у нас. Про что? А, у нее же с утра вышел шорс. Где она сказала? Быкова, а ты зря это сказала? Мы об этом знали. Твои хомяки мышц не знают. Оказывается, многодетные рожают для того, чтобы не работать. Быкова. Про тебя все ясно. Ты поэтому из Бори начала рожать для того, чтобы не идти работать. Не учиться, не работать. Хотя прекрасно знала, что у тебя девять классов образования. Не дай бог, что где-то могло бы случиться, и ты всю жизнь бы работала поломойкой. Нет, ты бы не работала. Ты бы искала себе другого лоха, чтобы нарожать ему детей. Ну, вот такой попался. Епы. Да. И ты начала плодиться дальше. Для того, чтобы не работать. Да. А то, что ты говоришь, что ты работаешь на Ютубе, нет, это не работа. Я еще раз говорю, уже не раз говорила, что такой профессии блогер нету в перечне профессий. Нету. Это название появилось лет так десять. А до этого не было такой профессии. От слова совсем. Были корреспонденты, были еще кто-то. Но блогеров не было. И это нас развратили. Не нас, а вас. Молодежь. Для меня это просто хобби. Завтра закроют Ютуб, я перекрещусь и пойду своим путем дальше. А вот что вы делать будете? У меня профессия есть в руках. И я думаю, у моих подписчиков, у всех есть профессия в руках. С которой они всегда смогут заработать. А у Быковой нет профессии. От слова совсем. Нянечка в садике. Нянечка в садике может работать любая. Да. Руки есть, голова есть. А почему бы нет? Не поработать. И желание, если есть. Дворником. То у нас, извините, вся Средняя Азия здесь вся работает. Ну, я имею в виду, по крайней мере, Москву и Московскую область. Люди не чураются, работают. И опять же, это все профессии, в которых не надо образование. Но Быкова не будет работать. Потому что она считает, что у нее профессия блогер. Да. А еще она считает, что много детей, и государство должно ее содержать. Это вот прям белой линией проходит по всей ее жизни. Ну, и по всем ее выступлениям на Ютубе. Да. Почему раньше многодетных никто не содержал? В Советском Союзе даже не платили за многодетность. Ну, да, давали там орден. Вот у меня свекровь, у нее шесть детей было. Но единственная привилегия, она на пять лет пошла раньше на пенсию. Как многодетная. А свекровь у меня работала до 70 лет. Она умерла. Даже еще работавшей. Она не сидела на пенсии. Все равно работала. Бабушка моя. Десять детей родила. Муж погиб на фронте. Всех подняла. Работала в колхозе. За палочки. Держала хозяйство. Также у нее было две коровы. Держала две коровы, потом одна корова. Потом, когда уже дети выросли, у нее были только куры, овцы были. Все. Потому что ей не надо было кормить. Быкова. И тогда даже не думали о том, что заработать на хозяйстве. Нет. Хозяйство было для того, чтобы прокормиться. А у Быковы хозяйство, чтобы заработать. Цены она увеличила. Что будет дальше, мы посмотрим. И еще один шорс. Шашлыки. Да, они шашлыки жарили. Леша там жарил шашлыки. Мадам сидит с коляской. На улице жара. Ребенок закрыт со всех сторон в черной коляске. Наверняка она ее укутала, Варвару, запеленала в кокон. Ребенок лежит, преет. Леша жарит шашлык. Тут же в шорсе она сидит с этим шашлыком и предлагает свой товар. По 2 килограмм шашлыка. Во-первых, шашлык не замаринован. То, что она перемешала его с луком, солью и перцем, засунула в вакуум. Ну, не знаю. Сейчас она его заморозит. Люди получат замороженный шашлык, ненатуральный. Уже вымерзет. Там уже ничего не будет. Лука нафигачила туда больше, чем мяса. Но лук же дешевле мяса. И поставит цену от вертолета. Кушайте, не обляпайтесь. Но что-то я не помню, что в этом году, в мае, когда она делала шашлыки, у нее прям расхватали, не берут. Нет, что-то я такого не видела. Поэтому будут лопать сами. И вот эта кормящая мать, то она сало с горчицей ест. Замечательно. Ребенку хорошо в молоке. Привкус горчицы. Ну, это я шучу, конечно. Не боится, что ребенка обсыпет. Шашлыки. Да. Это вот как раз еда для кормящей матери. И молочные продукты. Шашлык. Мясо. И вся информация... А, нет, я забыла. Это еще не вся информация. Вечером в лепешках она вышла и сказала. Я так расстроилась, почитала комментарии под Зеном. За что вы так меня ненавидите? Интересно девки пляшут. За что? А ты, я бы сказала, Санек там хер к носу прикинуть не хочет, чтобы ты подумала, за что? Глупый вопрос задаешь. За что? За то самое. Вот один неадекватный уже попал под раздачу. И сколько таких будет? Сколько будет людей, которые потом пострадают? Сколько бабушек пострадали от того, что перечисляли тебе деньги, а потом ты их в баню всех отправила? Сколько людей потравится твоей продукцией? Я никак не могу понять, где Меркурий? Почему никто не проверяет ее продукцию? Какие излишки? Там все стоит на потоке. То есть там конвейер работает на народ. Где народ? Вы когда покупаете продукцию, вы хоть одну справку спросите у нее? Хоть одну? Сыр приходит с плесенью. Уварова пошутила. Не, не Уварова. Кто там? Ну, кто-то из ее защитников пошутили, что с плесенью еще дороже. Вы вообще адекватные? Сыр с плесенью и сыр, который заплеснили вял, когда шел почтой. Молочка уже потравилися. Только люди не хотят с ней связываться. Они говорят, а как мы докажем? Ни чека нет, ничего нет. Просто люди боятся, не хотят с ней связываться. И вот обратите внимание, если у нее действительно такая большая аудитория подписчиков, а она не может свою продукцию продать, она прет ее в Москву. В Тамбовской области уже никто не берет. В Рязанской никто не берет. На почту еще. Ну, на почту отправляют банки с тушенкой. Быкова, ну если у тебя так много молока? Масло уже вот тут. Сметаны у тебя нет от слова совсем. Я ни разу не видела, чтобы стояла домашняя сметана, в которой стоит ложка. Нету сметаны. Вот настоящие. Настоящие. Не сливки, а сметаны. Нету. Сгущенку чего не варишь? Не хочется деньги на сахар тратить? Понимаю. Но ты же раньше варила, ты таким успехом можешь молоко переваривать в сгущенку. Но я боюсь, по той цене, которую ты поставишь, у тебя никто ее не купит. Поэтому девочка наша плачет. Что-то ей не нравится. Сегодня даже в лепешке не выходит. Обиделась, наверное. В стрим не выходит. И компьютер новый, но видео нету. А потому что снимать нечего. От слова совсем. Она себя изжила. Ладно, мои дорогие. Подождем, что будет дальше. Небольшое объявление. Возможно, я сегодня выйду в стрим. Ну так, часов в пять, в шесть. Приблизительно. Поболтаем обо всем и ни о чем. Ну, то есть, Быкова нам уже как бы поняли. У нас есть свои разговоры. Пообщаемся. Все. До встречи в стриме. Пока-пока.